здравствуйте дорогие подписчики и зрители моего канала сейчас я делаю ремонт в гостиной заказала мягкую мебель и тумбу по телевизор а вот журнального столика на данный момент в продаже нет я решила его сделать сама из старого чемодана так что обычный старый чемодан у меня будет выполнять функцию мебели тем более что превратить чемодан в столик нет ничего сложного нужно лишь купить и ножки мебельный щит для укрепления конструкции ну и сантехнические шурупы для крепления этих ножек вот таким чемодан мне достался замочки видите даже разные это я купила балясины ножки у меня будут из балясин 2 балясины я купила распилили мы их пополам получилось 4 ножки ручку я очистила от старого материала который местами треснул был порван внутреннюю часть чемодана я тоже очистила от старой бумаги на сухую она снималась очень плохо поэтому я брызгала из пульверизатора водой а затем с помощью шпателя снимала мокрую вот уже размокшую бумагу если кому-то интересно да состоит он ведь из брусочков деревянных и фанеры теперь внутреннюю часть чемодана я буду обклеивать с помощью клея pva и салфеток затем буду окрашивать эту поверхность с помощью красок акриловых ну вот начало положено полностью все и дно и крышку с внутренней стороны буду обклеивать вот так салфетками сверху салфетку тоже покрываю снова клеем pva это балясины вот я показываю распилили не совсем их ровно поэтому я буду их шкурить шкурила я шкуркой но это очень долго естественно потом взяла шлифмашинку и быстренько шлифмашинкой мы довели с мужем их до нормального нужного состояния замочки все вот эти металлические уголочки я сначала обработала ацетоном то есть почистила их ацетоном где они ржавые затем я взяла акриловые краски бежевый цвет коричневый и золотой и вот с помощью губки я их покрывала это вот лежат обои которыми я буду обклеивать чемодан обои компаньоны то есть мелкий рисунок у меня будет на нижней части чемодана и крупный на крышке на верхней части чемодана потом я взяла краску золото но мне не понравилось на бежевом фоне она как-то сливается теряется потом я добавила темно-коричневый уже на темно-коричневый снова нанесла золото естественно каждый слой должен просохнуть поэтому ждем кому ждать никогда то есть берем фен обыкновенный для волос и сушим феном сейчас на темно-коричневый нанесу золото такие обои я буду клеить на низ чемодана это вот наверх чемодана на крышку будет наклеены обои как я уже говорила компаньоны вырезаю я измеряю до сторону чемодана вырезаю четко по это по размеру и приклеиваю на клей пва естественно верхушечку припускаю для того чтобы загнуть вовнутрь самое сложное конечно это вот перед у чемодана и верхняя крышка то есть она такая цельная верхняя крышка большая здесь то вот в принципе торцы они не очень большие но вот это сложновато да вот эти все замки было прям промерить вырезать нижнюю часть я сделала из кусочков ее в принципе никто никогда не увидит под столик никто не заглядывает это у меня сама затвердевающая масса и и формочка для изготовления вот не необходимого мне рисунка силиконовая самозатвердевающую массу я вкладываю формочку и раскатываю скалкой немного неудобно одной рукой я снимаю другой все это делаю все когда прокатали вот такой вот рисунок получается выпуклый красивой это вот в стиле барокко мебель у меня тоже будет стиле барокко ножки не совсем подходят но ничего я не смогла у нас городе найти их похожего рисунок из самозатвердевающей массы я приклеиваю на клей пва затем излишки вот массу убираю это вот на ножки я первый раз убирала а потом решила убирать это сразу ну и масса в этот раз какая-то немного жидковатая прямо липнет такая какая-то не очень мне понравилось на передних ножках я делаю два рисунка до из молда на задних ножках только по одному это краешки как бы немножко прижимаю кстати на чемодане тоже видите утерянные вот эти вот болтики или как крепежи и я их решила тоже из сама затвердевающей массы сделать ну и потом естественно дополнительно мне пришлось окрашивать ответила на них были такие вот на шлепочки а где-то их уже и не было то есть они утеряны были теперь я когда сама затвердевающая масса на следующие сутки высохла я край обрабатываю шкуркой чтобы гладенько было теперь я приступаю к окрашиванию ножек мне я беру сначала белую акриловую краску полностью окрашиваю их белый цвет затем я взяла бежевый оттенок и темно-коричневый и в конце уже наносила золото то есть полусухой кисточкой я сейчас увидите я буду наносить да вот штрихами такими покрывать ножки в отдельных местах потом темно-коричневой краской также штрихами полусухой кисточкой и затем уже золотом и и и и и и Теперь мы решили убрать вот эти вот на шлепке, то есть они находятся с задней стороны, это как ножки небольшие у чемодана, то есть если его ставить на какую-то другую поверхность, чтобы сам чемодан не повредить, вот металлические ножки такие небольшие были, мы их решили убрать, потому что они размещаются прямо там, где необходимо нам крепить ножки, в общем мы их удалили, и вот в эти места, где были вот эти вот на шлепке, да, маленькие ножки, мы будем крепить там, ножки уже из балясин, это щит я показываю сейчас, его тоже необходимо выпилить в нужный размер, это мы делаем с помощью электролобзика, затем с помощью шлифовальной машинки мы обработаем края, ну и теперь мне осталось этот мебельный щит обклеить обоями полностью внутреннюю часть чемодана я покрываю сначала белой краской, потом все так же, как было на ножках, полусухой кисточкой наношу бежевый цвет, потом коричневый цвет, а потом уже золото ну вот я щит буду обклеивать, на клей ПВА я буду приклеивать кусок обоев нужного размера вот видите, да, какая внутренняя часть у меня получилась после окрашивания и теперь я вкладываю этот щит, он делает конструкцию более прочной, более такой устойчивой, что ли укрепляет как бы эту конструкцию теперь я перехожу к окрашиванию верхней части чемодана здесь посложнее было, я немного намучилась, то есть я прямо верхнюю часть сначала приклеила там где нет ничего, да, у чемодана а затем уже отдельно каждую часть вырезала, приклеивала то есть сложновато, очень много замков, различных деталей обои очень красивые, клеились хорошо, то есть ни морщинок, ничего не было качество очень хорошего обоев затем я решила, значит, вот эти стыки между обоями, получается, между замочками, да, везде закрыть вот таким вот шпагатом, шнур, шнур это золотой вот, и приклеивала я его на жидкий клей, этот горячий клеевой пистолет то есть надо аккуратненько все это делать то есть я пальцы себе немножечко обожгала этим пистолетом то есть начинаешь вот это вот прижимать ну и все, осталось прикрепить наши ножки из балясин делаем отверстия внутри ножки, это сантехнические шурупы будем крепить мы на них делаем отверстия в чемодане и в щите, и на ножках а видите, отверстия это еще на чемодане внизу я пыталась с помощью другого еще крепления прикрепить ножки но некрасиво, но сейчас это все закроется ножками так, вот видите, сантехнический шуруп мы берем и две шайбы вставляем в мебельный щит и начинаем вкручивать в ножку я потом, когда мы доделаем ремонт в комнате и когда будет стоять мебель уже все столик займет свое место я сделаю коротенькое видео ну да, буквально там секунд на 40 ну, чтобы вы посмотрели, как он будет в обстановке смотреться вот такой столик у меня журнальный получился всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал до свидания подписывайтесь на мой канал субтитры сделал DimaTorzok подписывайтесь на мой канал